Актерская семья А также великолепные певцы Супружеская пара Дмитрий Ермак и Наталья Быстрова Добрый день Привет Привет Ребята, я безумно рада вас видеть, во-первых Во-вторых, давайте сразу начнем с того, что Почему вы оказались в моей программе, я вас поймала за хвост Потому что 16 апреля в городе Орле В театре «Свободное пространство» было что? Рассказывайте Было очень хорошо Был переаншлаг Да И это радует, это приятно Конечно, но если бы этого не было, наверное, мы бы не приезжали Поэтому Дим, вот то, что происходило 16 апреля, ты сейчас поподробнее все-таки расскажи Это чья идея? Вас пригласили? Или вы... Я абсолютно отчетливо понимаю, что половина моей творческой жизни, моего становления Произошло здесь, в моем, скажем, практически родном городе Я понимаю, и этот аншлаг, о котором ты говоришь, очередное доказательство То, что здесь есть очень много людей, которые меня, слава богу, помнят, любят, ценят И рады видеть, именно поэтому не может не возникнуть такой мысли, как не приехать со своими сольными концертами Тем более мы же это все делаем в Москве И почему это не привести... Многие приезжают в Москву, многие, вот даже вчера на концерте, на поклоне были люди, которые успели сказать то, что они были вот абсолютно недавно на кремлевских концертах Призрака оперы, к примеру, да Но также я понимаю, что многих людей нет возможности доехать до Москвы И, естественно, у нас есть возможность приехать к ним сюда Наташ, когда ты впервые оказалась вместе с Димой на сцене здесь, в нашем городе, в городе Орли? Сначала я оказалась с Димой в зрительном зале, в этом театре, потому что мы еще не были супругами Но уже у нас был роман и творческий союз И поэтому мы приехали в этот город Я знаю, что он для Димы очень много значит, потому что здесь очень много педагогов, о которых он всегда говорит Неважно, на Орловской земле, на Московской земле Это очень благородность его стороны, и это очень правильно, и по-человечески правильно Потому что очень важно вовремя благодарить и чтить свои корни и своих педагогов И это действительно так, где бы Дима ни было, он говорит об этом И когда мы приехали сюда в Орел, мы смотрели спектакль Я вот не помню Я не помню, какой Точно не помню, какой у Димы сейчас Сестра Елена Симонова, которая является ведущей актрисой театра Мы летезрели ее То есть это скорее было такое, знаете Это был бедюжник и король Семейное знакомство под предлогом Ну, в общем, мы, как говорится Там, где любят моего мужа, где любят Диму Я пойду за ним в Сибирь Конечно, разве я Я пойду в ссылку за тебя Не могу не любить за это этих людей За то, что они обожают его, за то, что они боготворят его И, конечно, знаете, это невероятно дорогого стоит Потому что я сама из Екатеринбурга И когда я закончила театральный институт, я сразу уехала в столицу И очень много моих друзей, родственников говорят Ну, приезжайте же скорее с концертом в Екатеринбург Я все время думаю Ну, хорошо, вот я приеду Вот придут мои родные, друзья, коллеги Но это так далеко от Москвы Что, конечно, например, уральскому зрителю нет такой возможности Не предоставляется приехать, посмотреть спектакль в Москву Как, например, орловчанам Поэтому вам очень повезло И это очень приятно, что Дима уже 9 лет не живет в этом городе 9 лет? Действует, да, в Москве А зрители до сих пор любят его, ждут И, вы знаете, это ведь Это такое счастье, что у нас даже В общем, это такое счастье Нет, это такое счастье, что билеты расходятся моментально Да То есть даже никто не успел, собственно, и моргнуть глаз Ну, это правда Потому что я, например, буквально 4 дня назад Звонил педагогу своему по вокалу, чтобы пригласить И она мне говорит А какой концерт, когда вы приезжаете То есть, по сути, не Карина Рубена, а Валерия Викторовна Она даже не знала Потому что, как таковой, рекламы не было Там была 3 дня Билеты были раскуплены И, естественно, рекламу убрали Потому что она не нужна Вот, поэтому Вы занимаетесь одним и тем же делом Я еще такой момент заметила Что вы оба имели опыт телеведущими на телевидении Юрий, я тебе хочу сказать Что если, на самом деле, когда мы начали с Наташей общаться Когда мы начали узнавать, скажем, друг друга У нас вообще бэкграунд, скажем, в неком происхождении в семье В неком творческом образовании В институте, да Очень многие вещи похожи То, что Наташа работала ведущей на региональном телевидении Я 4 года здесь проработал В неком даже Мы потом делились, что я, например, первые годы обучения в институте Чувствовал себя большим аутсайдером Да, даже эмоциональные потрясения Я думал, что меня на первом курсе отчислят Потому что я вообще не понимал Не то, что такое театр Потому что, ну, я много Раньше в интервью рассказывал Приезжали дети из курских тюзов Из брянских тюзов Которые знали, что такое Станиславский А я был абсолютно вот ребенок из народа И мне это очень, скажем, приходилось наверстывать то упущенное Которое, наверное, я пропустил в детстве Чего у меня не было И вот у Наташи, хотя у Наташи блестяще Она все-таки росла в Екатеринбурге Это миллионный город Да, но вот она тоже рассказывала Что она не чувствовала себя звездой курса Или чего-то такое Что у нее какое-то большое удачливое будущее И во многих вещах мы реально Наш бэкграунд очень похож В том числе то, что и с телевидением связано Вот эти какие-то этапы эмоциональные У нас с Димой действительно очень схожи У меня было то же самое Я хорошо помню, при том, что у меня отношения на курсе С педагогом все было хорошо И вообще мне позавидовать можно Как сложилось мое, скажем, театральное взросление Но первые курсы, шпильки в сторону своего вокала Музыкальности и вот этого конька Ну, пой, пой Я получал, ну, типа, ну, поет да поет Это было, это было и нечего скрывать У меня такой вопрос один на двоих Когда Наташа Только скажи, кому отвечать, мы можем подраться Ну, кто глава семьи, Наташа или Дима? Конечно, Дима Ну и вот Я и Дима Значит, когда Дима И потом, когда Наташа Когда, Дима, ты почувствовал Ту самую популярность Вот, все, ты популярна Юля, вопрос популярности Это самый, как тебе сказать Это же, ты не можешь это никак пощупать Кто-то относится ко мне, как к звезде мирового ранга Для меня это все безумно Нет, ну, конечно, чего кривить душой Тебе приятно, когда тебя узнают Какие-то неожиданные узнавания Самое приятное, когда ты Можешь позволить себе быть собой А тебя узнают А ты даже не мог подумать, что в этот момент Кто-то за тобой наблюдает, к примеру А ты там К сожалению Да, к сожалению, может быть Вот, но пойми Что такое популярность У Филиппа Киркорова это одно У известного театрального артиста Это другое У жителя дома 2 Не приведи Господь Это третье Как это можно сравнивать? Да, наверное, скажем Хорошо, я могу сказать Что я занял свою нишу В театрально-мюзикловом мире Сниматься в кино можно больше Но всегда есть выбор Всегда есть какие-то ситуации Поэтому, ты понимаешь Для одного Очень известный человек На тебя молится И говорит, что это лучшее Что я видела в мире Или, к примеру Даже не слово «лучшее в мире» Это то, на что хочется ходить То, что хочется смотреть А другой человек Даже в той же Москве Найдутся тысячи людей Которые даже не знают Что у них шли мюзиклы Там, начиная «Призрак оперы», «Зора», «Русалочка» И так далее Если человек включает только У вас нельзя говорить каналы Ну, к примеру, канал, где показывают Кино для ПТУ К примеру При всем уважении И поэтому Как можно рассуждать О популярности А то, что Я просто всегда следовал Скажем Какому-то Вот, понимаешь, есть внутренний вектор Если то, что ты делаешь Тебя делает счастливым У тебя на это есть силы И запал какой-то Тебя это одухотворяет Ну, значит, это хорошо А популярность? Ну, приятно, да, узнают Ну, тут еще очень важно понимать И разграничивать Есть понятие популярность А есть понятие признания Кому-то Очень хочется И вполне достаточно Просто популярности Чтобы идти На тебя тыкали пальцем Узнавали Фотографировались И таких, скажем Светских бездельников Очень много То есть никто не знает Что он Кто он Она Не, ну мы иногда тоже Светски бездельничаем Это часть прохитива Нет, Дима, у нас есть роскошь Мы можем себе позволить выбрать Куда мы хотим А куда мы заняты Вот Нет, это правда Это тоже вот эти слова популярности Для меня важнее, скажем, признание Пусть обо мне знает не так много людей Но, например, если эти люди из-за океана Это люди, которые имеют Какое-то невероятно авторитетное мнение Я не знаю Кто такая девочка Наташа Быстрова Из России Ну И пускай, например Эти люди входят В совет Учредителей Премии Тони Или Мюзикл Войтс Мне кажется Разве это может быть Сравнимо С 500 людьми Которые меня в кафе Узнают И будут тыкать партию И смотреться Ну, конечно же Вот А Наташа Быстрова Девочка такая Талантливая, красивая Вот у меня все равно Я зациклилась на этом вопросе По поводу знаменитости И именитости На одной сцене Вот прям сразу скажи мне С кем из очень известных Именитых людей Кроме своего мужа Ты выступала Опять же, знаете Кто для Что определяет Я пела с Филиппом Киркоровым Я пела С Ларисой Долиной Я пела с Ларисой Долиной Я не просто пела Я с ними прекрасно общаюсь И мы коллеги Мы по сцене А это уже, знаете Это больше, чем Прийти на сцене Зраться Даже вас спросили С кем вы пели Ну, она Гришаева Катя Гусева Лев Лещенко Лера Лаская Лев Лещенко Филипп Киркоров Но я, знаете Я, например, стояла С людьми Которые имеют премии Оскар Это Алан Менкин Это сэр Тим Райс Это Эндрю Ллойд Уэббер С которым Дима рядом стоял Жал руки И внимал Поэтому это опять же Понимаете Хочешь расскажу Очень смешную штуку Наташа была знакомства Джонни Депп Приезжал на свою премьеру Джонни Депп Фильм снимал Одинокеренция А Наташа Как бы одна из представительниц Да, Диснея в России Потому что, ну, ты знаешь Холодное сердце Главная героиня поет И говорит Наташиным голосом Их познакомили И замечательная фотография Где Наташа с Джонни Деппом Только она настолько круто получилась Что все думают Что это Мадам Тюсо Мадам Тюсо В кинотеатре Пушкинский Где у нас на тот момент Шоу-мюзикл Русалочка И, значит, представить Так как я лицо Диснея И он лицо Диснея И нам, значит Устроили официальную аудиенцию То есть не просто фан-зон Джонни Дай фото Селфи То есть меня официально представили Вип-зоне С фуршетом Мы, значит Могли друг друга разглядеть Пожать руки Пообщаться Да И вот он говорит У него такой низкий голос Эй Даша Я пришла посмотреть На мой фильм Я говорю Да, вы знаете Обычно сюда приходят на меня Посмотреть Ну я так Это просто было в том театре Где мы на тот момент Играли русалочку Обычно сюда приходят на меня Смотреть И сегодня Ружала Посмотреть Да, поэтому Кстати, мультика «Одное сердце» Я очень люблю Туда что-то подмешано Его любят У меня племянница По-моему Это, знаете, как наркотик Для детей Серьезно Для девочек это особо Я должна внести ясность Я озвучила не Эльзу А Анну Так Анну, мне кажется, интереснее Мероиню Да Вот Дима Билан Кстати С Димой Биланом я пела И с Владом Топалом Да, огромное количество звезд Я сегодня не стала Очень сильно затрагивать Тему мюзиклов В принципе Да, как бы Потому что, наверное, это уже С одной стороны Заезженная тема С одной стороны Но это то дело Да, то дело Которым вы занимаетесь Опять же Как часто вам удается Посмотреть просто телевизор Вот просто посмотреть телевизор У меня жена, например, смотрит ежедневно Время покажет на первом канале Я бы эту передачу готовлю Или что-нибудь делаю Я не очень люблю Я смотрю кино Смотрю кино А так Ну, может быть, когда ребенка Собираешь в сад утром А так Юль, честно Социальные сети Телевизор Меня в последнее время Разрушает Каждый человек, наверное, приходит В свое время к этому Ну, к примеру Социальных сетей Я остался только в Инстаграме Я есть там где-то в ВКонтакте И в этом Но я туда не захожу Для меня это все стало уже мусоркой Свалкой А вот в Инстаграме еще есть Какое-то личное пространство Где я могу сам Понять Что я хочу читать Что я не хочу Что хочу То же самое с телевизором Я почему спросила про телевизор Потому что Очень радует Телевизор меня очень радует Потому что Периодически Переключая каналы На чем-то застреваешь То, что тебе интересно Где-то утром По одному каналу Через неделю По другому каналу Видишь Ваш семейный союз Где-нибудь В какой-нибудь программе Интервью Также На телеканале НТВ Периодически Мелькает Дима В сериалах Вот И Честно тебе признаюсь Наконец-то у меня есть Эта возможность И на камеру сказать И тебе сказать Что Как это здорово Как приятно Когда ты находишься дома Занимаешься своими делами И видишь Да более знакомое Родное лицо И говоришь Дим, привет Молодец Вот Я хочу сказать вам Огромное спасибо За то, что вы уделили мне время Выделили время Я скажу вам так Успехов в дальнейших И до новых встреч Спасибо, Юля За приглашение Правда, теплая беседа И в следующем году Ты должна быть На нашем концерте Это однозначно Я очень сожалею, что не попала Дмитрий Ермак Наталья Быстрова В программе До встречи На первом областном канале Дмитрий Ермак